Всех рада приветствовать на своем канале! Сегодня я нахожусь в магазине Ашан. И посмотрите, какое количество новогодних новинок появилось в магазине. Если вам интересно это видео, оставайтесь вместе со мной! Итак, первые новинки это разнообразные фигурки гномов. Их здесь огромное количество. Вот такой вариант будет стоить 2500 рублей. Стоимость буду округлять. И в таком же цвете или в стиле выполнена вторая фигурка, но это уже девочка. Гному поменьше, стоимость 1900 рублей. Есть разные варианты шикарной фигурки. Стоимость, конечно, не бюджетная, но и качество, надо сказать, очень-очень порадовало. Все детали проработаны. Одежда, обувь. Небольшие фигурки гномов 1600 рублей. Ну, надо сказать, что вот такой вариант, где колпак надвинут на глаза, уже немножко поднадоели. Ну, лично мне. Есть также фигурки Баба Яки. А стоимость также 1499 рублей. И рядом с такой же цветовой гаммой появились классные кашпо. Они очень хорошо, качественно выполнены. Есть два цвета на выбор. Темный серый и светло-серый. И у кашпо есть еще такая петелька, за которую ее можно подвесить, это кашпо. Это стопроцентный плистер. Кашпо в светло-сером цвете немного дороже, нежели кашпо в темно-сером цвете. Ну, к примеру, диаметр 17 сантиметров. Вот эти вот небольшие кашпо светло-серые стоят 240 рублей, а темно-серые всего 140 рублей. Следующая новогодняя новиночка – это комплект постельного белья. На выбор два размера. Евро и двухспальный комплект. Кроме того, появилось большое количество различных декоративных подушек. По наполнению они, знаете, такой вот, ну, наверное, средней плотности. Есть также подушки в виде животных. Как правило, это тигрята. Либо что-то очень похожее на тигров. Ну, к примеру, вот такая круглая подушечка небольшая. Это подушка львенок. Диаметр 35 сантиметров. Вот такие подушки особенно мне понравились. Именно как они выполнены. Цвет. И очень приятная на ощупь ткань. Стоимость 449 рублей. Они сейчас идут со скидками. Также есть в наличии пледы. Пледы, соответственно, в таком тигровом стиле. Размер пледа 180 на 200 сантиметров. Это стопроцентный полистер. И сделан в России. Это город Иваново. И посмотрите, сколько красоты. На следующем стеллаже. Красиво все украшено. Посмотрите, как предлагают использовать бокал в виде подставки для свечей. Интересное решение. Медовые бокалы. Стоимость 169 рублей. Город, где производится эта посуда. Это гусь хрустальный. Мне кажется, этот город особенно, по-моему, славится производством различных хрусталя и посуды в целом. Здесь огромное количество различных фужеров, бокалов. Есть стопки. И также стаканы для пива. Они в таком медовом цвете. Очень мне понравились. Есть также... Они в наборах. Есть отдельно пивные игрушки. И стоимость, надо сказать, такая бюджетная. Не очень дорого. Есть также наборы стаканов для пива. 435 рублей. В наборе 4 штук. Бокалы с гравировкой. Стоимость 139 рублей. Что касается состава, то это боросиликатное стекло. Напишите, как вы относитесь к такому стеклу. Я читала в интернете много информации о том, что это более такой крепкий аналог обычного стекла. Но, честно говоря, когда я выбираю посуду, я бы предпочла, чтобы это было обычное стекло. Так, ну а мы с вами продолжаем дальше рассматривать новогодние новинки. Вот такой стакан со снегурочкой. 90 рублей стоимость. Неоновый синий цвет. 230 миллилитров. Интересный. Выбивается из общего состава. Есть бокалы со скидками. Ну и в целом стоимость бюджетная. Переходим к следующему стеллажу. Здесь представлены свечи. Есть классические свечи-столбики. Стоимость 200 рублей. Вот такая двухцветная свеча. По составу здесь парафин. Ничего криминального. Все как бы вполне разумно. Есть свечи в гильзе. Здесь две штуки. Стоимость 90 рублей. И разные цвета на выбор. Свечи-гномики 200 рублей. Свечи с елочкой. Внизу детские бокалы. Сникери. На них изображены. Внизу находятся подставки под горячие. Они на пробковой основе. Как правило. Вот такая круглая подставка. Это разделочная доска. Диаметр 26 сантиметров. И это фанера. Фанера березы. Чуть ниже расположены здесь скатерти. Это ПВХ. Нетканая основа. Есть разные рисунки. И новогодние. И на другие темы тоже присутствуют. Вот такие варианты. Стоимость 259 рублей. Очень мне понравились подставки под горячие или под приборы. Именно рисунком своим. Вот такой есть более веселый, более яркий рисунок. И есть также более приглушенный. Это одна из новогодних коллекций посуды в Ашане. Здесь сделана такая открыточная декорация. По-моему это так называется. Салатник. Диаметр 14 сантиметров. Также есть кружечки. Состав это фарфор. Кружка стоит 350 рублей. Есть также заварочная кружка. Сейчас покажу далее. А это блюдце. Блюдце-тарелка. Особенно красивая. И вот рядом с ней стоит заварочная кружка. 539 рублей стоимость. 330 миллилитров. Действительно декор. Такой как на открытке. Внутри кружки ситечка соответственно металлическая. Также в наборе тарелка суповая. Вот так она выглядит. Расделочные доски. Особенно мне нравится с таким, знаете, европейским рисунком. С различными тросточками. Пряничный домик, щелкунчик. Внизу одноразовая посуда. Также с различным декором. Свечи малышки. Только сейчас их увидела. Это не просто статуэтки, а именно свечи. Свечи тигренок. В двух цветах. Он есть вот таком серебряном и золотом. Стоимость 130 рублей. Новогодние салфетки. Здесь в наборе 20 штук. Стоимость 80 рублей. Разные варианты. Есть со снеговиками. Есть другими атрибутами нового года. Вот такой вариант. И сначала не обратила внимания на посуду. Это тоже новогодняя коллекция. По-моему. Называется кружево. Действительно, знаете, такая как будто кружевная тарелка. Мне понравилась. Тарелка обеденная. Очень красивая, тонкая и вполне бюджетная. Также здесь есть блюдца небольшого диаметра. 14 см диаметр. И это Никольский завод стекольный. Производится у нас в России. Здесь также бокалы. И более глубокие тарелочки есть. Еще заметила вот такие чайные свечи. Они представлены в двух цветах. Желтом и красном. И стоимость 90 рублей. И посмотрите, какая классная новогодняя коллекция одежды. Появилась в Ашане. И она очень хорошего качества. Вот, к примеру, такой детский комбинезон. У него в составе есть шерсть. То есть, однозначно он будет теплый. Стоимость 1199 рублей. Тут же есть пинетки. Вот как раз таки вам показываю. Шерсти здесь 50%. Тапочки стоимость 349 рублей. Но тапочки такие, знаете, баловство. Мне кажется, в них не очень удобно. Но хотя, может быть, я ошибаюсь. Футболка с длинным рукавом. 349 рублей. Вот такой новогодний принт. И чуть ниже, это уже пижама. Пижама из двух предметов. Это футболка и шорты. Особенно мне понравилось. Состав 100% хлопок. Стоимость 1299 рублей. Показываю вам поближе. Принт и вот такие шорты. Клетчатые в комплекте. Можно всей семье одеться. Здесь 799 рублей. Джемпер уже со скидкой. Пловер. Покажу сейчас вам поближе его. Вот так он выглядит. С мохнатым носиком. Детские футболочки с длинным рукавом. И еще один новогодний комплект. Женская пижама. Со снеговиком. И длинными брюками. Снежинки, по-моему, там нарисованы. Состав 100% хлопок. Особенно красивая детская коллекция. Нарядная. Выглядит очень. А это детская пижама. 700 рублей. Стоит. И огромное количество в магазине. Также новогодних различных носков. С различным декором. С шариками. Я не знаю. По-разному упакованными. Есть такая стандартная упаковка. Есть носки упакованы. Вот такие новогодние мешочки. Стоимость всего 100 рублей. Разные рисунки. Разные производители. Разные по плотности носки. В нижнем ряду более такие теплые варианты расположены. Посмотрите, какие милые оленята. Стоимость 80 рублей. Это детские носочки по 100 рублей. И вот как раз такие носки со снегирями. У них они внутри очень теплые. Должно быть, как знаете, махра такая внутри. Сейчас покажу вам поближе. Вот. Так они выглядят. И производитель. Это у нас Иваново. В общем, известный город своим текстилем. Детские варианты различные. И посмотрите, какая красота. Шикарные пышные юбки, пачки. В разных цветах. Очень красивые. Красиво переливаются. Есть несколько цветов на выбор. Яркий фиолетовый. Понятно, что это все не натуральные материалы. Но, мне кажется, на праздник. Как вариант. 1700 рублей. Это платье с единорогом. Но особенно, конечно, влюбили меня в себя эти пышные юбки. Также есть в желтом цвете. И красивый бирюзовый цвет. Как вам? Напишите в комментарии. Красота. Очень нарядно, мне кажется. Большое количество различных костюмов. Известного другого производителя. Батик. Я думаю, у кого есть дети. Наверное, он не нуждается в представлении. У всех так или иначе были эти костюмы. Ну, такие, знаете, цена-качество. Соотношение такое. И уже практически на выходе я увидела вот такую коробку. И захотела с вами поделиться. Она складная. И уже в комплекте идет такая бумажная солома для наполнения. И, соответственно, веревочка такая в белокрасном цвете. Очень мне понравилась. Показываю вам размеры коробки. Стоимость 120 рублей. Вообще в Ашане, конечно, большое количество различных предметов для упаковки, оформления подарка. Вот такие моточки с веревками. Вариант из, получается, шести моточков стоит 100 рублей. Либо вот такие блестящие различные ленты. Наполнение, опять-таки, для подарка. В общем, все в изобилии представлено. Ну, а я буду с вами прощаться на этом. Обязательно поддержите меня пальчиком вверх, если вам понравилось гулять со мной по магазинам. И подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!